Мобильный избиратель Если раньше гражданин не мог в день проведения выборов проголосовать по месту регистрации, ему необходимо было брать открепительное, теперь этого делать не нужно. На выборах президента России, которые пройдут 18 марта, открепительное удостоверение заменили принципом мобильный избиратель. То есть, по сути, это что? Например, если человек прописан в Сарове, а находится и живет в Москве, то есть он может прийти на любой избирательный участок, подать заявление о том, что он будет голосовать по месту своего пребывания и, соответственно, в день голосования прийти на этот участок и отдать свой голос. Подать заявление можно не только на избирательном участке, но и в многофункциональном центре. А если у вас практически нет свободного времени, это можно сделать и через единый портал госуслуг. Посмотреть, где находится ближайший к вам избирательный участок, можно на сайте Центральной избирательной комиссии. Там есть интерактивная карта, на которой представлены все избирательные участки страны. По Сарову избирательные участки можно посмотреть на сайте администрации в разделе территориальной избирательной комиссии, либо уже ближе к дню голосования вам будут разнесены пригласительные, в которых будет указан адрес участка избирательного. Проголосовать на выборах президента России можно будет и в случае, если вы уедете в отпуск или командировку за пределы Российской Федерации. В 145 странах мира будут открыты 360 избирательных участков. Процесс подачи заявлений и голосования такой же. Если в день голосования вы знаете, что вы уезжаете за рубеж в любую зарубежную страну, соответственно, вы можете также прийти на любой избирательный участок, обозначить ту страну, в которую вы собираетесь ехать и подать заявление. И потом в день голосования 18 марта прийти в консульство и также отдать свой голос. Подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения можно до 12 марта. Ознакомиться со списком кандидатов можно на сайте ЦИК, а с их программами на официальных сайтах самих кандидатов. Мария Рунч, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Сами горожане должны определить, что и каким образом будет преобразовываться в Сарове. Это отличительная особенность приоритетной программы формирования комфортной городской среды. Поэтому список объектов для рейтингового голосования составлен по результатам опросов, а каждый из дизайн-проектов тщательно обсуждается на общественных слушаниях. Из федерального бюджета на реализацию проекта победителя город получит порядка 17 миллионов рублей. Цифра хоть и ощутимая, но, по мнению специалистов, недостаточная для глобальных работ. На 17 миллионов достаточно комплексно одну территорию парка не благоустроишь. В 17 миллионов это можно, в лучшем случае, одну зону обустроить. Вообще, проект парка, который мы хотели бы реализовать, например, имени Зерном, в первом приближении сумма начинается от 100 миллионов. Одна из основных задач привлечения инвесторов для реализации масштабных проектов. Впрочем, если эти поиски не увенчаются успехом, сделано будет ровно то, на что хватит федеральных денег. Освоенные средства, полученные в рамках программы, должны быть обязательно в течение года. Сам федеральный проект рассчитан на 5 лет, и каждый год будет благоустраиваться одна из территорий. В каком порядке это будет происходить, как раз и определит рейтинговое голосование. Голосовать могут и будут, мы надеемся, дети от 14 лет. От 14 лет и старше. Кто-то имеет паспорт, он может прийти на участок и проголосовать за выбор общественного пространства. Отдать свой голос можно за одну или сразу две территории. Сделать это можно будет 18 марта с 8 утра до 8 вечера по тем же адресам, где будет проходить голосование на выборах президента России. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано 27 спортивных федераций и 4 клуба. В секциях различной направленности занимаются саровчане от мала до велика. Многие из них регулярно принимают участие в выездных соревнованиях и чемпионатах. Несомненно, успехи в спорте невозможны без развития инфраструктуры. Разговоры о строительстве фока ходят в городе уже давно. Раньше мы исходили из того, что областной бюджет выделит нам софинансирование в соотношении 1 к 3 или 1 к 4. И мы, соответственно, заложим деньги в нашем бюджете. Мы их заложили даже для того, чтобы это сделать. Но сегодня в рамках смены руководства области немножко меняется у них парадигма. И мы попадаем в то, что наш фок из первоочередных объектов уже уходит. В то время как в соседнем Арзамасе уже есть два фока. А также по одному в Семенове, Шатках, Держинске, Балахне и других городах области. По словам тренеров, строительство фока в Сарове решит множество проблем. На существующих спортивных площадках время тренировок расписано по минутам. Залы уже просто не вмещают всех желающих заниматься спортом. Доходят даже до срыва тренировочных процессов. Параллельно мы работаем еще и по линии МЧП и пытаемся заинтересовать частного инвестора. Надежда есть, обещанный трекод получит фок. Ну вы знаете, мы вообще в этом году должны все вопросы для себя решить. Три года ждать уже бесполезно. Проект устареет и нам придется опять заново все это делать. А это неэффективное использование бюджетных средств и пошло-поехало. У участников совета возникли вопросы, на каких условиях будет использоваться спортивный объект, если его построят по линии муниципально-частного партнерства. И насколько в этом случае фок будет доступен для горожан. По МЧП там все очень просто. Этот фок строится частным инвестором за свои деньги. Он его отдает муниципалитету. И в данном случае это муниципальное учреждение. Так как вы работаете, так это и будет происходить. Просто бюджет города должен будет возвращать частному инвестору средства с учетом его маржи. Там 20 года, 3 года, 4 года. Судьба ФОКа в Сарове до сих пор неясна. Но очевидным остается одно – для популяризации спорта и достижения высоких результатов новый физкультурный комплекс нашему городу просто необходим. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В научной сфере имя Сергея Гаранина знакомо многим. Он внес большой вклад в разработку мощных импульсных лазерных систем, а также в создание лазеров различных типов. Принимал активное участие в международном научно-техническом сотрудничестве с национальными лабораториями США, Англии, Франции и Германии. Под его руководством в России создан новый класс газовых лазеров, которые по основным параметрам превосходят зарубежные аналоги. Будучи лидером одной из основных научных школ атомной области, мы смогли создать сплоченный коллектив ученых, которые неоднократно справлялись со встречами, вызовами безопасности нашему отечеству, и которые сегодня работают в важнейших направлениях научно-технического развития столь необходимого государства и народа. Весь вечер в адрес юбиляра звучали теплые слова. От имени руководства госкорпорации «Росатом» Сергей Гаранина поздравил директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских. Он вручил юбиляру почетную грамоту правительства РФ, а также ведомственную награду. Знак отличия за заслуги передатым на отраслью первой степени. Но на этом подарки не закончились. Сегодня, пока мы летели с коллегами из Московского суда, президент писал указ номер 70 о награждении Сергея Горьевича орган-слуга перед Китчем 3-й степени. В этот день поздравили юбиляра также главный федеральный инспектор, руководители Федеральной службы экспертного контроля, представители Министерства обороны РФ, Российская академия наук, правительство Нижегородской области и руководители города Сарова. Участники первого в городе практикума инженерной школы получили индивидуальные пакеты с набором элементов и устройств, которые в результате превратятся в схему управления мотором с помощью фоторезистора. Эти термины из курса по физике хорошо знакомы школьникам, которые решили связать свою будущую профессию с точными науками. Проект направлен на популяризацию в молодежной среде профессии инженерно-технической направленности. Мы знаем, что с профессионалами этого направления есть существенный дефицит в области, и особенно в нашем городе, в Наукограде, это чувствуется особенно. Поэтому мы надеемся, что серия наших мероприятий привлекут ребят, интересующихся инженерным делом. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Его основная цель – наладить эффективное взаимодействие между преподавателями и школьниками. И с помощью современных технологий изучения точных наук сделает традиционные уроки по физике и математике более интересными и полезными. Для этого им нужно разработать собственный набор практикоориентированных задач, добиться через это выявления наиболее современных и интересных для современного поколения обучающихся форм преподавания точных наук. Программа облачной школы инженерного образования не ограничивается физикой и математикой. В ней объединены метапредметные направления, изучая которые, школьники смогут развиваться в области создания сложных технических проектов. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Десятая школа пустует. Учебный процесс был прерван еще в конце прошлого года. Из аварийного здания ребят оперативно переселили в соседнюю седьмую школу. И с этого момента педагоги и ученики начали ждать возвращения в родные стены. А произойдет оно только после капитального ремонта здания, подготовка документации к которому идет полным ходом. На сегодняшний день мы ждем, когда будут переданы, проверены все документы в Минэкономразвитии Нижегородской области. И будем надеяться, что решением губернатора и Министерства образования начнется все-таки капитальный ремонт. И будут выделены средства на капитальный ремонт десятой школы в этом году. Пока ученики десятой и седьмой школ ютятся в одном здании, другие и вовсе учатся в две смены. С разрастанием нового района рядом с третьим КПП желающих учиться в одиннадцатой школе с каждым годом становится все больше. На сегодняшний день сюда уже подано 90 заявлений от родителей будущих первоклассников. В новом учебном году планировалось открыть три первых класса. Теперь ходят разговоры, что их станет четыре. Школа нам очень нужна. Более того, нам очень нужна школа и в 15 микрорайоне. Потому что микрорайоны разрастаются, 21-22, и там не хватает объемов для предоставления места всем деткам. По проекту новая одиннадцатая школа будет рассчитана на 600 учеников. Здания и прилегающие территории оснастят спортивной инфраструктурой, бассейном, спортивными залами и стадионом. Также планируется, что школа будет полностью оборудована для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день ждем положительное заключение государственной экспертизы по одиннадцатой школе, для того, чтобы она была включена уже в инвестиционную программу. Разговоры вокруг строительства нового здания одиннадцатой школы ходят уже давно. Но на сегодняшний день до сих пор неизвестны ни сроки, ни другие конкретные факты. По прогнозам, количество детей школьного возраста в этом районе будет увеличиваться с каждым годом. Очевидно, что прежнее здание просто не справится с таким потоком детей. Сколько еще ребятам придется учиться во вторую смену, пока неизвестно. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Зима в этом году преподносит сюрпризы. Сюрпризом после обильных снегопадов наступила отепель, а потом ударили морозы, и город превратился в один большой каток. Дойти от дома до машины или магазина стало сложной задачей. Неудачный шаг может привести к визиту в приемный покой и даже отправить на больничную койку. Основную борьбу с зимней скользкостью в Сарове ведет департамент городского хозяйства. Используют два типа противогололедных смесей – песок и соль, а также при низких температурах смесь с добавлением гранитной крошки. Однако у подрядчика в этом году возникло затруднение закупкой гранитной крошки именно, поэтому в данный момент мы не видим на тротуарах ее. Но применяется каленый песок. Вдобавок к этим мерам сотрудники ДГХ ручным способом очищают от наледи подходы к пешеходным переходам, автобусным остановкам и социально значимым объектам. От последствий зимнего дождя страдают не только пешеходы. Если на дорогах общего пользования автомобилисты смогли раскатать себе дорогу до асфальта, то во дворах ситуация диаметрально противоположная. Здесь, чтобы проехать легковому автомобилю, придется сильно постараться. Глубина колеи местами превышает 10 и даже 15 сантиметров. Разъехаться внутри дворовых территорий или припарковаться в таких условиях порой просто нереально. На тротуарах центральных улиц ситуация не лучше. Лед намерз в виде непроходимых колдобин. За неделю пешеходы успели натоптать пути обхода опасных участков. Так как есть нарушения в содержании автомобильных дорог и внутримикрорайонных территорий, это в основном тротуары, все мы видим, что они в плохом очень состоянии, конечно, применяются меры административного воздействия к подрядчику. Это составление протоколов об административных правонарушениях. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, борьба с гололедом на дорогах общего пользования и тротуарах ведется в две смены. Но уследить за всем невозможно, поэтому, чтобы избавиться от катка возле подъезда, надо просто набрать номер 977-68 и сообщить о своей проблеме. Налить по регламенту должны устранить в течение трех суток. И, как сказала нам Анна Шампарова, не надо выжидать. Чем больше обращений, тем быстрее реакции служб. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Дипломы за второе и третье место. Девочка снова штурмует Алим под названием «Математика» и нацелена только на победу. А для этого нужна особая подготовка и даже тренировка. И родители здесь первые помощники и наставники. Местами приходится подумать даже с родителем и взрослым. Сидишь и разбираешь вместе с ребенком, потом постфактум уже все это. И дорешаем Олимпиады прошлых лет. Есть задачи, которые заставляют подумать. А подумать есть над чем. При решении задач нужны не столько знания школьной программы, сколько умение мыслить логически, нестандартно и образно. Например, первоклассникам предлагается определить по заснеженным машинам, какая приехала первой, а какая последней. Школьная программа, нестандартная математика, Олимпиадная математика, она действительно очень сильно отличается. Она учит думать. Вот не считать просто, да, там, вычисления, сложения, умножения, а учит именно размышлять детей, думать. Это и креативность мышления развивает. После подсчета результатов лучшие работы учеников нашего города будут участвовать в общероссийском этапе Олимпиады. И уже в конце марта пройдет торжественное награждение победителей дипломами и памятными подарками. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Шапилаус, Рэгтайм, маршер герцога Карла. Эти названия танцев хорошо знакомы Марии Гусихиной. Бал для нее, как и для любой девушки, это возможность хотя бы на один вечер с головой окунуться в романтическую атмосферу и почувствовать себя сказочной принцессой. Мне больше нравятся польки. То есть там и поскакать можно, то есть куча эмоций испытать. А вайс, он такой более романтичный, так скажем. Ну, я вайс не танцую, потому что я как раз его и пою. Бал скружил и мёс у меня, словно сказку свою моя. Программа бала была разнообразной. Тот, кто не хотел или не умел танцевать, принимал участие в конкурсах. Также для гостей работала фотозона, где любой желающий мог сделать фотографию с семьёй или друзьями. Организаторы отметили, что у этого бала есть несколько особенностей. Во-первых, нет никакого намёка на элитарность, нет дресс-кота, необязательное умение танцевать, нет неловкости, что себя не пригласят, потому что для танцевальной программы отбирались танцы с прогрессией, то есть танцы, где происходит смена партнёра, и танцуют абсолютно все. Романтики праздничному вечеру добавила бальная почта, где любой желающий мог оставить послание своему другу или подруге. И традиционно выбирали короля и королеву бала. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Какие профессии будут востребованы в будущем? Есть ли общежитие в том или ином вузе? Какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить на понравившийся факультет? На эти и другие вопросы старшеклассников ответили представители высших учебных заведений. Цель этого мероприятия – сориентировать абитуриентов в многообразии специальностей. Ребята разговаривают с представителями вузов. Это помогает им определиться и понять, на какую кафедру они хотели бы поступить. В этом году на встречу со старшеклассниками приехали представители сразу пяти вузов из Москвы, Ешкар-Алы и Нижнего Новгорода. В процессе живой беседы старшеклассники могли из первых уст узнать о правилах приема в вуз, специальностях и факультетах. Каждый абитуриент старался тщательно усвоить материал, а некоторые успели определиться, в какой вуз будут поступать. Я определилась в Алексеевске, так вышло то, что он сегодня приезжает. Думаю над электроэнергетикой, либо над ядерной физикой, потому что хотел пойти по стопам папы, так как он у меня работает во МНИЭП и заканчивал этот именно институт. Ученикам десятых классов до выпуска из школы еще полтора года. Но перед ними уже стоит серьезная задача – решить, какую профессию выбрать и в какой институт поступить. У вас есть возможность присмотреться и к преподавателям, и к тем вузам, которые уделяют большое внимание в рамках партнерских соглашений и принимают наших выпускников на целевую подготовку. Целевая подготовка играет большую роль при устройстве на работу. Сразу после института студент гарантированно обеспечивает себе место на том или ином предприятии. Но перед тем, как сделать выбор в пользу целевого места, стоит взвесить все за и против. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Спектакль, выставка, а теперь и книга-рассказ о жизни 30 сестер-монахинь Серафима Дивеевского монастыря, которые были репрессированы и сосланы для отбывания наказания в Карагандинский лагерь. Людмила Гайченя считает, что это произведение дополняет проект документальными фактами и придает ему завершенность. Ну не всех есть возможность, допустим, не все попадут на спектакль. Но кто-то может взять в руки книгу, заинтересуется и как-то начнет этот вопрос более глубоко изучать. Работа над книгой велась параллельно с постановкой спектакля и организацией выставки «Белые платочки». Фотографии, видеозаписи, воспоминания современников. С апреля по ноябрь 2017 года авторы Аль-Монаха по крупицам собирали сведения о репрессированных монахинях. Мы работали с информацией, которая существовала в открытых источниках. Просто она была разрознена. В интернете есть несколько баз данных по репрессированным. Любые совпадения в именах и пересечения в датах подвергались анализу. Но не все имена удалось восстановить. Авторы оставили список монахинь и проект открытым. Исследовательская работа будет продолжаться. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Глядя на фотографии семей участниц команды 11-й школы, сразу понимаешь, что девочки Даша и Вера вместе буквально с пеленок. Первый шаг, первый диплом, первые спортивные победы и первый урок. Поэтому на предложении принять участие в театральном марафоне профессий семьи Рыжовых и Чумаковых согласились не раздумывая. Нам нужно было выбрать профессию, которая на сцене бы передавалась постоянным движением. Потому что мы все четверо очень активные, с жизненной позицией люди. И выбор пал на профессию режиссера. Сценарий родился быстро. Да и сама идея постановки не заставила себя долго ждать. Участницы команды решили показать то, как можно превратить обычную подготовку домашнего задания в костюмированные представления и при этом с легкостью выучить части речи русского языка. Из жизни, сюжет из жизни. На самом деле, когда была такая проблема, надо было запомнить части речи. Мы, вот я еще младше, у нас дочка, мы втроем вот так вот их запоминали. Мы двигались, мы создавали образы. Главное не победа, а участие, считают многие. Но Вера с Дашей и их мамы с этим полностью не согласны. В портфолио девочек огромное количество дипломов за первые места в творческих конкурсах. А если нужно выступить на сцене, то команда сразу же начинает готовиться к репетициям. Конкурс «Темп» развивает актерские способности и умение держаться на сцене, не бояться зрителей. Замечательный конкурс «Темп» развивает доверительные отношения ребенка. И я считаю, что доверительные отношения в семье. И такие конкурсы только благоприятно влияют на отношения детей и родителей. В своем плотном графике увлеченные мамой дочки всегда находят время для семейного отдыха. В каникулы и выходные выезды на природу и прогулки на свежем воздухе. А после со свежими силами в учебу и творчество. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Смотри в лоб урагану! С таким девизом по жизни шагает одна из самых известных и любимых радиоведущих нашего города Надежда Почтарюк. Больше 50 лет своей жизни женщина посвятила любимому делу. Надежда Викторовна рассказывает, что в профессию радиожурналиста попала случайно в апреле 1961 года. Это историческая дата 12 апреля 1961 года. И первое мое задание – это идти в народ на улицу и спрашивать, как наши люди восприняли весть о том, что наш человек в космосе. Уже сегодня за ее плечами огромное количество репортажей, статей и передач. Женщина признается, что именно эта профессия позволила ей полностью раскрепоститься и в корне изменила ее жизнь. Воспоминания об этой работе у меня, конечно, замечательные, потому что мне пришлось общаться с учеными, с министрами, с руководителями, ну и, естественно, со всеми работниками. Молодость Надежды Викторовны была насыщена интересными событиями, воспоминаниями о которых она с удовольствием делится с нынешним поколением. Но современным радиожурналистам тоже есть чем поделиться. Здравствуйте! В студии «Радио» говорит Саров Екатерина Опенова. Вот уже семь лет Екатерина Опенова работает корреспондентом на радио. Девушка признается, что изначально она пришла устраиваться секретарем. Но через некоторое время ей предложили более интересную должность – радиожурналиста. Сначала я делала новости, только новостями занималась. Потом ушла в декрет, а после декрета уже, собственно, вообще всем. И новостями, и эфирами, и передачами, хожу на все мероприятия. Перед каждым выходом в эфир Екатерина тщательно готовится к выпускам, подбирает интересный формат беседы, старается все сделать на высшем уровне. Все потому, что результаты ее трудов по радиоволнам дойдут почти до каждого саровчанина. Радио можно слушать в машине. В первую очередь, это огромный плюс радио. Куда ты едешь, нет возможности отвлекаться на какие-то визуальные источники информации. К тому же, очень многие люди, в принципе, аудиалы. Лучше воспринимают информацию на слух. Я вот в том числе аудиал. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных со Всемирным днем радио. Желаем вам всегда быть в курсе событий. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Хорошая погода, свежий воздух и отличное настроение – вот залог действительно доброго утра. В этом году к акции «Лыжня России» присоединились еще больше горожан всех возрастов. По традиции, первыми на старт вышли воспитанники детских садов и младшие школьники, чтобы преодолеть дистанцию в 500 метров. Это всегда живописная картина. Детки, начиная с 4-летнего возраста, стартуют без палок. Мы их всех видим, они в зоне видимости. Они получают огромное удовольствие. И, конечно, родители их встречают на финише. Следующими стартовали ребята постарше. Им было необходимо преодолеть дистанцию в один километр. Несмотря на то, что праздник начался еще в 9 утра, торжественная церемония открытия прошла в полдень. Сразу после того, как закончились забеги малышей. Дорогие саровчане, я хочу всех поздравить с этим удивительным праздником, с этим солнечным днем. Сразу после церемонии открытия на старт вышли известные саровские спортсмены, депутаты городской думы, представители руководства муниципальных предприятий и учреждений. Участники традиционного вип-забега сменили деловые костюмы на спортивные и наравне со всеми соревновались в скорости. В первую очередь, просто руководители города, руководители подразделений показывают о том, что нужно заниматься спортом. И не важно, что он встает один раз в год или каждый день. Главное, он ведет здоровый образ жизни. Важно, что все вместе и руководители, и жители города общаются. В этом году на старт вышло более двух с половиной тысяч человек. И каждый из спортсменов получил в подарок не только спортивную шапку, но и бодрый заряд на весь день. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. 14 игр, 14 побед. 150 заброшенных шайб и всего 41 пропущенная. По итогам 15-го тура хоккейный клуб «Саровинвест» набирает 42 очка. У второго места в турнирной таблице всего 25. Но саровские хоккеисты признаются, что встречи становятся все тяжелее. Все готовятся на нас очень сильно. У нас предстоят такие тяжелые выезды, как Бор и Дома-Воротынец, первое и четвертое место. Очень тяжело будет. Но мы работаем в процессе, готовимся к плей-оффу. Встреча в Арзамасе прошла на достаточно высоких скоростях. Распаковать ворота соперников саровчанам удалось через пять минут после стартового свистка арбитра. Вторая шайба прилетела меньше, чем через минуту. Обыграть наших защитников спортсменам из Арзамаса удалось лишь под конец периода. Но после одной забитой нам шайбы в их ворота прилетело еще три. Как итог, первый период закончился со счетом 1-5. Во втором периоде хоккейный клуб «Саровинвест» отправил в ворота соперников еще три шайбы, а в свои получил одну. В третьем наши ребята забили еще четыре. Встреча закончилась со счетом 2-12 в пользу «Саровинвеста». Несмотря на то, что саровчане играют не в оптимальном составе, каждый игрок нашей сборной стремится выложиться на льду по полной. Отсюда и такая разница в забитых шайбах. Есть некоторые проблемы, есть больные, есть травмированные. Ну, как бы состав максимальный на данный момент, но не полностью как бы все готовы. Впереди ребят ждет две недели перерыва. Но это не значит, что спортсмены будут отдыхать. Их ожидает упорные тренировки и подготовка к играм плей-офф. Следующую встречу «Саровинвест» проведет уже дома, в День защитника Отечества. Начало матча в 13 часов. Вход свободный. Уважаемые болельщики, приходите поболеть за нас. Мы очень рады вас видеть. Всегда ждем вас, родных, близких, друзей, знакомых и просто фанатов хоккея. Маленькому Кириллу нет еще и пяти лет, но он уверенно входит в повороты, знает, как кантовать на горных лыжах и уже не в первый раз выходит на старт настоящих соревнований. Вячеслав Буредин, отец Кирилла, отдавая сына в этот спорт, преследовал вполне прозаичную цель. Он слишком уж активный, поэтому решили всю его энергию выплеснуть, попробовать на лыжи. То есть, ну, пока получается удачно. Вячеслав старается использовать каждую возможность приехать с сыном на горнолыжную базу. Горка в Союзе хоть и маленькая, но позволяет оттачивать технику. Кирилл и его сверстники стоят на лыжах значительно увереннее, чем их родители. Потому что им легче вставать на лыжи, то есть детям. Родители, не знаю, может быть, по своей боязни. То есть, а у детей эта боязнь в детстве еще пока отсутствует. Соревнования на горе Глубокой давно уже стали традиционными. Ежегодно почти три десятка мальчишек и девчонок показывают, чему они научились. Улучшают свое время прохождения трассы и готовятся к выездным соревнованиям. Стабильный результат – это не только заслуга детей. Это еще и совместный труд родителей и тренера. Ларисе Караваевой повезло и с воспитанниками, и с их родителями. И они, конечно, всегда помогают. И они уже и детей тоже настраивают. И уже все знают, всю эту технику. Если я где-то не сказала, они его додолбят в конце. Я считаю, что мне очень повезло с родителями. Пока родители переживают, юные спортсмены стараются максимально быстро пройти дистанцию. Тут все как на больших соревнованиях. Стартовые ворота, электронный секундомер и эмоции, которые надо побороть, чтобы завоевать медаль. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Ваши деньги, как за каменной стеной. «Саров-Бизнес-Банк». Стабильный. Благополучный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова